После проливных дождей в лесах региона сейчас настоящий грибной бум, и любители тихой охоты нередко собирают обильный урожай. В погоне за полным лукошком люди иногда не изучают грибы внимательно, ведь отличить съедобные грибы от ложных порой непросто, в то время как это один из главных навыков грибника. Например, у белого гриба по всей ножке расположена светлая сетка, у желчного она желтоватая, а нижняя поверхность шляпки – розоватого цвета. Мякоть белого гриба на срезе всегда остается белой, в то время как у желчного она быстро начинает краснеть. Второй двойник белого – сатанинский гриб – отличается толстой розовой ножкой, а его мякоть на срезе не только краснеет, но и синеет. Лучше не собирать те грибы, которые вызывают у вас хоть малейшее сомнение, тем более если вы только начинаете свое знакомство с тихой охотой. Сходите в лес в сопровождении опытного грибника, который наглядно покажет вам те грибы, которые можно собирать. Как только вы возвратитесь домой с корзиной грибов, сразу их переберите, промойте и прокипятите. Вячеслав Лопашов – грибник со стажем. Ходить в лес для него особый вид отдыха. Каждый раз он неизменно собирает много урожая. Например, вот так Вячеслав Лопашов сходил по грибы во Владимирской области. Что в лесу есть? Вот такие великолепнейшие, отличнейшие грибочки. Они называются рыжики. Смотрите, как сок у них струится. Их здесь огромное количество. После обильных дождей было очень тепло. И вышло солнышко. И мы собираем эти великолепные грибы. Грибы собирать можно везде. Прошла, правда, первая волна вот уже подберезовиков, подосиновиков. Но, тем не менее, они все равно существуют, все равно они есть. И это очень хорошее подспорье к нашей картошечке вечером. Поэтому можно всегда зайти и посмотреть в лес. Нет ли что-нибудь вкусненького на сегодня, на завтра? Ну, а эти грибы, они, конечно же, на засолку. Мы же еще берем такие вот маленькие грибочки, которые называются всеми любимые маслята. 12 человек отравились грибами с начала сезона в Нижегородской области. Иногда причиной отравления было употребление несъедобных грибов. В ряде случаев до больничной койки доводило неправильное приготовление лесных даров. Специалисты не рекомендуют собирать грибы в полиэтиленовые пакеты, так как они теряют свою свежесть. Нельзя брать червивые или перезревшие грибы без ножек, пробовать грибы во время сбора, оставлять термическую обработку грибов на следующий день. Если после употребления грибов у вас появились такие симптомы, как слабость, ухудшение самочувствия, боль в животе, тошнота, рвота, диарея, головокружение, нужно незамедлительно вызывать бригаду скорой помощи. Заниматься самолечением при подозрении на отравление грибами не стоит. Самостоятельно можно лишь принять сорбенты для снижения симптомов интоксикации. Светлана Ярунова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.